Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 12 декабря 2014 года, пятница. С вами Игорь Суздальцев и Владимир Попов, ведущие видеопортала Трейдеров и Трейд ТВ. Доброе утро! И мы начинаем ежедневную утреннюю программу «Торговый план». Начинаем, как обычно, с новостей. И, как обычно, Владимиру Попову. Сегодняшний обзор «Томсенрейтер» называется «Экономические данные США позволили рынкам вырасти». Но сначала начнем с таких более интересных новостей. Банк России считает, что курс рубля на 10-20% не соответствует фундаментально обоснованному и ожидает существенного укрепления в следующем году, когда готов потратить на интервенции 70-85 миллиардов долларов и ввести валютное кредитование по залогу необычных активов, чтобы помочь компаниям и банкам погасить 120 миллиардов внешних долгов. Об этом заявила глава ЦБ Евгера Набиумина. Палата представителей США одобрила законопроект, который дает правительству 1,1 триллион долларов на цели финансирования. В ходе второй долгосрочной программы рефинансирования Европейского Центрального Банка с почти нулевой стоимостью кредитов, уверенность еврозоны идет на спад и это все может заставить ЦБ и ДЦБ пойти на программу количественного смягчения и начать вливать ликвид. Розничная инфляция в Индии, вероятно, достигнет рекордного минимума в ноябре, благодаря падению цен на нефть и цен на продукты питания, что позволит ЦБ Индии начать снижение процентных ставок в начале следующего года. Вот видите, какая ситуация в Индии, страны, которые входят в БРИКС, там снижение цен на нефть, наоборот, ведет к тому, что снижается инфляция и ЦБ проводит политику ослабления, это возможность в экономике развиваться, подмечает Россию. Что касается макроэкономических данных, сегодня в 10 часов выходят данные по индексу оптовых цен Германии, уровень занятости еврозоны в 12 московскому времени и в 13 московскому времени промышленное производство в зоне евро. В США сегодня выходят данные в 16.30 по ценам производителей и в 17.55 индекс потребительского доверия Чикакто-Бичиганского университета. Решения ЦБ России в отношении ставки в сочетании с заявлениями главы Эльвирны Гюлиной не пошли на пользу российским акциям, которые демонстрировали существенное снижение в четверг, а рассчитывающийся в долларах индекс РТС достиг минимума за период с апреля 2009 года. Рубль в четверг обновил абсолютные минимумы после ожидавшегося большинства аналитиков повышения кучевой ставки ЦБ. Рынок локального долга показал в четверг слабую положительную динамику и вероятность того, что эта тенденция продолжится достаточно велика. Торги в Европе завершились разнонаправленно. По итогам дня индекс DAX прибавил 0,6%, а FTSE 100 снизился на те же 0,6%. Макроэкономические показатели США и рост акций Уолл-стрит позволили инвесторам начать совершать покупки. Биржевой день в США на фоне оптимистичных данных потребительских расходов завершился ростом. По итогам сессии индекс стандартный курс и NASDAQ прибавили 0,45% и 0,52%, соответственно, а Dow Jones прибавил 0,36%. На зятки в торгах утром в пятницу наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс Nikkei прибавляет 0,6%, а шанхайский индекс Shanghai Composite после продолжительного роста корректируется вниз на 0,12%. Поводом для роста в Японии стали новые надежды на оздоровление экономики в США. Нефть. Вот текущая котировка нефти. Сейчас я сообщу на бирже ICE. Сейчас январский фьючерс ICE бренд торгуется на уровне 63,43 центров за баррель. И здесь мы видим снижение на 1,2%. И вот сейчас и итог, который подбудет в своем обзоре, так выглядит. Участники рынка находятся на распутье. С одной стороны, дешевеющая нефть, которая может спровоцировать большие проблемы уже в ближайшем будущем. А с другой, рост экономики США и надежды на новые волны роста. Если брать эти два фактора и применить к России, то, вероятно, первый имеет большее влияние. Таким образом, скорее всего, торги в России на валютном рынке откроются в красной зоне, что может потянуть за собой долларовый индекс РТС. Что касается индекса ММВБ, то не исключен и рост в начале торговли. Зарубежные участники рынка за счет валютной разницы могут расценить российский рубль как привлекательный для инвестиций. Не исключено, что кто-то захочет совершать покупки на российском рынке еще до новогодних каникул. Вот так вот мы видим, понимая ситуацию агентства Томсенрейта. История дня. 12 декабря 1993 года была принята новая конституция Российской Федерации. То есть у нас 21 год община со дня принятия Конституции. Ну, хороший день сегодня. Ну, по идее, хороший день, но учитывая, что у нас Конституция Российской Федерации превратилась в липовую бумажку, в липовый листок, то это скорее так вот нам напоминание. Вот. Я передаю слово Игорю Сузлицеву. Спасибо, Владимир. Ну что, в двух словах, коллеги, давайте пробежимся по вчерашнему закрытию. Индекс МВБ снизился на 2,14% и остановился на отметке 1455. Индекс РТС снизился более существенно на 3,63%, остановился на отметке 824 пункта. Это, конечно, уже тревожно. Ну и доллар вчера показал прорыв на 56,40, на 1,5 рубля укрепился к рублю. И евро-рубль вчера ночью панические были уже смс-ки мне, и на сайте были обращения о том, что рубль к евро уже 70, ну остановили ночью на 69,90, на рубль 65 упал рубль к евро. И, коллеги, давайте тогда мы... Да, еще одна новость, не могу пройти мимо нее. В Госдуме предложили заменить рубль другой валютой. Вы знаете, ну вот за 800 лет рубль не смогли в нормальное состояние привести. А если сейчас ликвидируем рубль и попытаемся начать какой-то новый проект валютный в стране, мы вообще останемся без средства обращения. Вот это будет тогда переход на партер и полная катастрофа. Неужели депутаты всерьез делают такие заявления, не находясь ни в состоянии никакого, так сказать, отклонения от нормы? Ну вот на полном серьезе депутат Анатолий Выборнов внес такое предложение. Случайно не из ЛДПР? Без понятия, надо посмотреть. Ну вроде бы из ЛДПР, насколько я помню. Ну вот чисто поэтому. Но надо уточнить. Ну сказать, ЛДПР все время озвучивает какие-то страхи, которые в Кремле. И вполне возможно, что это не просто, так сказать, такая дурная инициатива, а это просто ретрансляция того, что вот где-то там пообсуждали в верхах, и вот через ЛДПР сливают такую информацию. Ну может быть, конечно. Коллеги, индикатор монета BuySell, у нее две стороны BuySell. Как обычно, пожалуйста, загадайте свой финансовый инструмент, которым вы хотите торговать, и монета через секунду подскажет вам направление сделки. Бросаем монету, ловим, смотрим и видим, что мы видим? Sell сегодня нам подсказывает монета. Ну давайте посмотрим, что нам подскажут наши гости. Роман Андреев сегодня у нас... Первым будет спикером. И мы послушаем Романа буквально через секунду. Роман, доброе утро! А мы вас не слышим? О, сейчас услышим, наверное. Ага. Нет, не слышим, не слышим. Вам надо... О, сейчас... Сейчас хорошо, ага. Замечательно. Так, ну что, начнем с короткого обзора. Значит, смотрим позиции на срочного рынка. Они сейчас в пользу продавцов. Во фьючерс на индекс РТС, если посмотреть, что происходит на американских рынках, там тоже все не очень хорошо. Все снижение тоже в пользу продаж. Смотрим на пару евро-доллар. В принципе, евро немного снижается. Это, опять же, в пользу продавцов, потому что индекс доллара растет для нашего рынка. Это не очень хорошо. Ну, и сырьевые рынки, они тоже показывают, в общем-то, полный коллапс. Снег продолжает падать достаточно серьезно. На нашей рынке это не очень хорошо. В общем, сегодня внешний фон дает на нашем рынке такое достаточно негативное тесто. Ну, теперь посмотрим, что происходит у нас в секторах. Так, по секторам. Так, так, так. Так. Значит, поехали. Банковский сектор. Банковский сектор у нас высокая волна, которая может закончить вот эти два дня роста, которые идут. Но, тем не менее, подтверждение нужно. Объемы вчера были не особо большие, поэтому, в общем-то, еще бабушка на двое сказала, что с лисичкой будет. В принципе, сопротивление у нас сейчас на районе 3 900. Здесь у нас проходит верхняя граница падающего канала среднесрочного. Были попытки несколько дней назад проколоть его, неудачно, это не очень хорошо. Но, тем не менее, сегодня, возможно, у нас будет еще один шанс. Хотя вот с такой свечкой все-таки вероятно, что будут продолжаться продажи. Продажи будут идти в уровень поддержки у нас сейчас где-то 3 520. Ну, за один день, конечно, его не пройдем, но вполне возможно, что сегодня мы остановимся на уровне 3 700. 3 700 – это достаточно серьезная поддержка. Здесь банковский сектор считает большие объемы, поэтому ждем индекс, соответственно, здесь, если будет отбой, то можно покупать с целью, опять же, 3 900. Будет тестироваться вот эта верхняя граница падающего канала. Так, смотрим на нефть. Здесь пока все, в общем-то, довольно плохо. Вот, но, тем не менее, определенные шансы есть. Есть уровень 3 550, на который мы вчера пришли и отбились. Это тоже неплохая достаточно поддержка. Это тоже здесь, значит, объемный уровень. С точки зрения покупок будем, видимо, сегодня его тестировать самым вот рациям. На нефть, конечно, не за покупателей, поэтому, возможно, уровень будет пробит. Но будет пробит, значит, пойдем, в общем-то, к основному, к основной нашей поддержке. Это граница растущего нашего тренда, начиная с марта месяца, соответственно, уровень где-то 3 400. Будем сюда приходить. Не знаю, сложим их за один день, но поглядим. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, если мы сможем отбиться от 3 500 на сегодняшнем тесте утреннем, то вполне возможно, что, опять же, в общем, в зону 3 650, здесь уже будут решаться, пойдем мы выше, соответственно, или же отобьемся, и тогда уже 3 400. Так, смотрим дальше, металлургия, металлургия, тут все, ну, более-менее, более-менее нормально. Отбились мы от верхней границы нашего растущего канала, это, в принципе, нормально, поэтому, скорее всего, будем сейчас проживать коррекцию. Мы сделали волну А, скорее всего, это волна Б, ну, и, в общем-то, цвечка, по итогам дня, конечно, мало, о чем говорит, у нас сегодня внутренний день, получается, по господину Вильямсу. Ну, соответственно, будем играть внутренний день, соответственно, ждем выхода. Так сказать, либо вверх, либо выше, либо ниже этого дня, ну, и, соответственно, играем в сторону выхода. Ну, скорее всего, снижение продолжится, по крайней мере, до отметки 3 300 мы можем вполне найти, но там уже будут решать покупатели, что дальше с нашими торгическим секторами. Вообще, он выглядит неплохо, я думаю, что рост там, скорее всего, продолжится, но вот достаточно длительный рост без каких-либо коррекций, я считаю, что это вряд ли возможно. Хотя, с другой стороны, снять по волновой раскладке, там, скажем, что мы находимся в третьей волне, в этой третьей волне мы сейчас рисуем четвертую волну, или рисуем, или уже нарисовали. В принципе, поскольку вторая волна была достаточно плоская, четвертая может быть глубокой коррекцией, и, соответственно, вполне можем дойти до отметки 3 100, после чего будет какой-то перехай, скорее всего, что касается металлогического сектора. Так, смотрим дальше, что у нас энергетика. В энергетике пока все плохо. Вот, если вы помните, здесь у вас был треугольник сходящийся, сходящий треугольник, и мы вышли вниз, ну, и, соответственно, будем играть в этот треугольник. Высота его была примерно такая, значит, соответственно, отложим ее вниз. Ну, и получаем, что у нас будет обновление наших минимум годовых педерогетиков, поэтому я в этот треугольник опять не советую, несмотря на то, что, в принципе, есть поддержка на уровне 770, от которой мы можем отбиться, но это, скорее всего, будет просто отскок, а основная цель по классическому теханализу, по крайней мере, у нас будет перелол. Что, в принципе, и волновой раскладке тоже соответствует. Так, ну и что у нас телекомы напоследок? Здесь тоже, в общем-то, все плохо. Здесь мы уже сделали перелол. По нашему году. Ну, и, соответственно, здесь, скорее всего, тоже идет третья волна, в ней будет пятая. Она сейчас продолжается, скорее всего, мы увидим обновление какого-то минимума. не слишком большое, я думаю, в принципе, куда-то сюда, в район 3625-3620 должен прийти рынок. Ну, сказать, все будет традиционный прокол, попытка выйти на второе ускорение, но я не думаю, что телекомы не такой динамичный сектор, чтобы можно было что-то серьезное развить в плане продажи. К тому же продажи в основном за счет МТС, в принципе, у которой проблемы вместе с системой. Поэтому я думаю, что проблемы там уже закончились, уже вышли все бумаги на справедливые цены. Вот, я думаю, что все-таки будет такой же спрос в телекомах. Соответственно, 3625 уровень, который можно попробовать покупать, сколько, естественно, надо ставить. Ну, в принципе, то, что у нас по отраслям, как, в общем-то, из того, что я сказал, можно сделать вывод, что ничего хорошего день нам сегодняшний не сулит, хотя у некоторых секторов есть поддержки. Я, в принципе, надеюсь на банковский наш сектор, который может вытянуть, ну, естественно, металлургия, наверное, будет пользоваться, а при этом спросе, или, по крайней мере, снижаться ниже остальных. Ну, что касается нефтянки, энергетики, здесь, конечно, все не очень хорошо, хотя в нефтянке, может быть, отскок достаточно долго мы падаем, опять же, поэтому вполне возможно, что отскочим. Ну, телекомы, скорее всего, будут либо нейтральны, либо тоже падать в связи со всем рынком. Ну, теперь давайте посмотрим на индекс Масикс. Вот, мы ниже 232-гнирно, скользящий средний, это не очень хорошо. Я бы сказал, это плохо, была попытка ретеста ее недавно, снизу не получилось, отбой. Сейчас мы находимся на поддержке 1440, это уровень, который отделяет, в общем-то, рост от падения. То есть, если пройдем в 1440, мы уже точно попадем в даунтренд, это уже не будет коррекция, и будем, скорее всего, продолжать мы двигаться к нижней границе своего канала. Это 1380, ну, это в лучшем случае, а в худшем, мы, в принципе, снова вернемся в наш боковик, который уже на протяжении трех лет, так сказать, у нас идет. Ну, и, соответственно, это уровень 1280-1250, отсюда можно вполне свалиться. Поэтому будьте осторожны, в следующий день может решаться. Ну, я, в принципе, пока более-менее оптимистичен. Вот, я думаю, что все-таки это идет четвертая волна в волне С, которая где-то как раз в 1440, может, 1320 закончится, и потом пойдем на перехай, где-нибудь на уровень 1650-1660. Вот. Но, так сказать, будущее покажет. Пока ситуация общая не очень хорошая, но вот, если посмотреть, давайте еще глянем на несколько вещей, на нашу нефть. Вот, в принципе, по волновым раскладкам мы сейчас заканчиваем третью волну. В третьей волне идет пятая, вот она сейчас где-то тут начинается, идет вниз. В принципе, с учетом равенства первой волны и пятой, мы уже практически где-то добились до конца. Это лайцик я покажу, если что. Я, в принципе, ее торгую. Ну, может, сюда в район 58 можем еще припасть. Потом будет отскок в рамках четвертой волны. Не думаю, что он будет, в принципе, большой, поскольку вторая волна, она была достаточно глубокой коррекцией, поэтому четверка вполне может быть плоской по правилам чередования. Но уровень 65-70, я думаю, что вполне достижим. Тем более, что, ну, в принципе, третья волна была достаточно длинная, поэтому, возможно, что и коррекция будет не плоской. Ну, и плюс ко всему, здесь достаточно неплохой уровень поддержки находится объемный, и поэтому, мне кажется, что на какой-то период мы отпадали уже здесь. Хотя не исключены какие-то такие проливы, но это будет в моменте. Вот, так что, если исходить из учета того, что происходит на нефти, технической картине, то вполне возможно, что там будет отскок, соответственно, позитивно скажется и, в общем-то, на нашей валюте. Соответственно, то, что я говорил, о том, что мы можем отсюда развернуться на перехай, в принципе, ничего в этом пока не вижу. Однако, пробой отметит 1440, и, естественно, эту картину уже поставит под большой вопрос. Вот, в принципе, у меня, наверное, все. Спасибо большое, Роман. Ну, я, так сказать, соглашусь с вашим оптимизмом насчет того, что ждем отскока нефти. Мы тоже все его ждем, и надеемся, ваши слова окажутся пророчествами. Большое спасибо. Это был Роман Андреев из Кэфси Групп. Переходим к нам. Кэфс. Кэфс Групп. Лучше по-русски, да, так произносить. И на этом мы давайте перейдем... Спасибо еще раз большое, Роман. Перейдем к нашему следующему гостю. Майя Зотова. Майя, доброе утро. Доброе утро. Как меня видно? Видно вас хорошо. Какие у вас мысли насчет сегодняшнего рынка? Что сегодня будет? Смотрите, в принципе, я посмотрела сегодня рынок, ну и вечером его вчера смотрела. У меня рынок очень благоприятный, и мне очень нравится, что происходит на рынке, потому что рынок идет в мою сторону, собственно, да. Я, наверное, включу демонстрацию рабочего стола сразу, чтобы мы могли увидеть, собственно, пару графиков, которые я вам покажу. Давайте. Вы видите мой рабочий стол? Видим, да, чуть покрупнее. Можно его справа вверху, у вас есть значок. Вот так, да? Да, справа вверху, если видите значок, его можно увеличить. Ну, все, хорошо, едем. Ага. Значит, смотрите, вот так? Ну, да, да, можно вот так, ага. О, хорошо. Вот, значит, смотрите, начну я с животрепещущего вопроса, соответственно, это доллар против рубля, значит, который бьет у нас все исторические максимумы день за днем, практически не останавливаясь, да, то есть когда раньше мы говорили о том, что может быть вот такой вот рост, да, по экспоненте, как был он в 2008 году, то сейчас получается, что мы уже отыграли такой рост, соответственно, сегодня, да, и на сегодняшний день, и уже пошли значительно выше. То есть мы прошли благоуспешно, цель номер 5 – это 50, цель номер 6, я не смогла выйти в эфир и ее озвучить, она была тоже пройдена, и на текущий момент у нас ближайшая цель – это 60, да, очень много приколов входит на эту тему, соответственно, в интернете, все по 60 или по 63 даже, да, я так помню, нефть, Путину 63 и у нас доллар 63 против рубля, вот, ну, на самом деле, очень хороший рост происходит, я могу ради интереса вам показать мою equity, как идет моя equity, моя equity, которая на реальном счете пробила локальный хай, да, вот он был у меня в 2011 году, соответственно, и вот мы сейчас здесь находимся. Это реальный счет, который я веду с 2010 года. Ну, скажем так, вот так вот я возьму 2014 год, да, у меня была небольшая просадка, вы видите, да, вот, и также по экспоненте, собственно, растет у меня мой счет. Вот, то есть в этом году заработано уже порядка, вот, было у меня где-то 50%, сейчас у меня 150, порядка 100% я уже заработала на росте доллара, потому что нахожусь я, собственно, с плечом. Значит, позиция у меня составляет 140% от депозита, вот, ну, плечо получается 1,4, и, соответственно, растет доллар, я расту 1,4 к нему. Значит, далее смотрим часовик по доллару, видим, что у нас была все-таки небольшая консолидация по нему, были варианты, что может актив пойти и ниже, но произошел все-таки вот этот вот ключевой пробой локального максимума 55, да, вот здесь вот. Причем очень странно себя ведет сам актив, да, почему? Потому что вот как раз-таки на этих, на этом пробое у нас начали падать объемы. То есть, знаете, все, конечно, очень хорошо смеются над тем, что говорят, что Путин, что мы играем спекулянта, да, собственно, на курсе, это мы разгоняем его. Но, судя по объемам, крупные игроки, вот, буквально после 9-го числа просто перестали заходить. То есть, вот где-то вот здесь 3-е, 4-е, 5-е, 8-е, какие-то объемы периодически крупные прослеживались, да, сейчас полностью все упало. Поэтому возможно, что вот этот вот разгон после 55 осуществляется именно спекулянтами. Я не берусь утверждать это 100%, потому что не анализировала, скажем так, объемы, которые действительно проходили, да, но я просто вот сужу по тому, что сейчас вижу на графике. Поэтому мы пошли сюда, и очень не нулевая вероятность, а большая вероятность, что мы пойдем еще выше. Значит так, по нефти, ну, здесь, как уже предыдущий оратор говорил, вообще никаких ни отскоков, ни консолидаций в принципе не происходит. Да, мы четко идем друг за дружкой. То есть мы видим последовательность линии понижательного тренда, который все ниже, ниже, ниже спускается. Очень не рекомендую брать в лонг этот актив, показываю, что вообще происходило у нас до этого. Мы дошли до локального минимума 2009 года, то есть мы перемещаемся. То есть мы были вот здесь вот примерно пару недель назад, да, то есть как бы на уровне 2010 года. То сейчас пробой локального минимума равный 65, он произошел все-таки, да. И если мы посмотрим, со скольки мы падали в 2008 году, мы падали со 150 стоимость, да, была актива. Мы падали до 36, где-то вот так. Сейчас мы падаем со 117, и мы даже, если мы говорим о том падении, который был в кризисный 2008 год, то, что мы даже не прошли половину этого пути, да. Соответственно, что сейчас ожидать от нефти, мне представляется себе слабо. Но я четко знаю, что тренд, он скорее сохранится, чем изменится. Сейчас данный актив находится в нисходящем, понижательном тренде. Значит, скорее всего, он продолжится. Должно произойти что-то такое нереальное, какие-то события нереальные, да, чтобы нефть развернулась и пошла наверх. Поэтому крайне не рекомендую данный актив в шортить, в лонг вставать, точнее, простите. Потому что непонятно, что с ним будет дальше. Ровно так же, как и по доллару. Несмотря на то, что у нас идет большой рост, я не рекомендую этот актив пока брать в шорт. Хотя бы нужно дождаться небольшой консолидации, хотя бы небольшого, сколько нужно дождаться. Очень мы идем печально, скажем так, да. Значит, индекс РТС. Так. Бедный и печальный, который спускается все ниже и ниже и ниже. Опять же, если проанализировать кризисные уровни 2008-2009 года, да, это где-то 50 тысяч пунктов. Сейчас мы находим себя на уровне 78,4, да, предположим. Это был у нас конкретно пробой 80 тысяч пунктов. И на самом деле это очень печально. Я не торгую индексом МВБ и бумажки, я торгую именно РТС. На текущий момент я тоже нахожусь вне позиции по данному активу. И брать в лонг его тоже не рекомендую. Но сколько тут осталось до падения, мы все прекрасно видим. И когда мы говорили о том, что возможен, возможно, отскок, кто-то там пытался предсказать отскоки, даже рядом его отскока и не наблюдается. Поэтому я могу с четкой уверенностью сказать, что кризис у нас только усугубляется. И дело в том, что если мы посмотрим сейчас на золото, тоже актив, который я торгую в своем портфеле, но на текущий момент у меня его нету, он опять делает очередную попытку прохода вверх. У меня есть подозрение, что это происходит за счет курса доллара, плюс люди каким-то образом пытаются перекладываться из разных активов в золото или какие-то такие резервные активы. Значит, произошел пробой локального максимума равный 1223. И сейчас он консолидируется примерно в области, соответственно, 1215-1050. Вот. Соответственно, если будет пробой этих уровней, я, соответственно, буду его брать. Значит, опять же, все мои сигналы можно видеть на сайте, здесь, где у меня есть реальная доходность. Здесь можно подключиться к моей стратегии, соответственно, золотой руно. Принесла она, как я уже говорила, вам, значит, порядка 100% прибыли. И еще раз хотела показать, в общем-то, доллар, да, позиция, в которой я нахожусь на текущий момент. 140% это плечо 1,4. Жду цель 60. Будет, вообще будет замечательно, потому что я всем трейдерам пообещала, что на цели 50 я нарисую картину. Но если будет 60, тогда придется рисовать больше картину. Или более такую радостную картину. В общем, пока я не закрыла тренд, картину я не начну, скажем так. Я это уже определилась. Нарисовать, на самом деле, несложно, но все же. Поэтому я удерживаю длинную позицию по доллару против рубля. И не рекомендую никому его шортить уже, наверное, с 38, когда начался рост. Поэтому очень не рекомендую этого делать. Вот, я сейчас останавливаю демонстрацию. Да, и, соответственно, аккуратно, аккуратно на рынке сейчас происходят исторические события, которые были в 2008 году. Ну, конечно, это не 1998 год, да, но все-таки, все-таки я бы рекомендовала тем трейдерам, которые не имеют собственной системы, наверное, все-таки оставаться в какой-то такой небольшой тени. Я понимаю, что это очень сложно, очень мало кто смог заработать на этом росте доллара. Но вот посмотрите на мой счет, да, сначала, скажем так, вот даже если его посмотреть, ну, потом посмотрите, кому будет интересно. Порядка двух лет я сидела там с минимальными прибылями. Один год у меня был 22%, другой я практически в нолях была, вот, предыдущий год. И вот, наконец, я дождалась своего тренда, который я очень долго ждала. И, собственно, моя стратегия, которая как раз-таки у нее, ожидаемая доходность порядка 60%, да, процентов годовых, историческая, а показала в этом году 100%. Вот, ну, я понимаю, что 20% для многих трейдеров это, ну, слезы и смех, да, ну, вот 100% это, наверное, говорит о чем-то, что все-таки человек не просто так здесь сидит на рынке и кувыряется в носу, да, улыбается всем и рассказывает о том, какие у нас крутые тренды бывают. Тренд есть, он пойман, ждем, что будет дальше. Так что подписывайтесь на стратегию и приходите к нам на елку, которая будет 20-го числа. Всех будем рады видеть. Да, хорошо, спасибо, Майя. А где подписывайтесь на стратегию? Куда надо идти, чтобы подписаться на вашу стратегию? Значит, чтобы подписаться на мою стратегию, давайте я еще раз покажу тогда рабочий стол. Ага. Наверное, моя заставка со мной уже все, все уже привыкли, видимо, да? Ну, ладно, пусть она у меня будет оставаться. Значит, вот у нас есть такой сайт Common.ru, значит, меня зовут шаться, да, соответственно. Вот если мы зайдем в стратегии, общие, да, на Камоне, выбираем срочный рынок. Стратегии, срочный рынок, ага. Да, за все время. Тут у нас есть, соответственно, ряд крутых игроков, в частности, это у нас ваш один из спикеров, который работает на опционах. У него вообще уже очень потрясающие доходности. Вот, есть ряд стратегий, на которые можно подписаться. В общем-то, посмотрев график, можно посмотреть, в общем-то, какие риски и какие доходности, собственно, предлагаются. Да, и вот здесь, соответственно, тоже я есть. Вот, стратегия моя называется «Золотое руно», мы на него нажимаем. Стратегия абсолютно бесплатная для тех, кто зарегистрирован на сайте. Здесь можно, как иметь свой счет, скажем так, демо-счет, можно, и, соответственно, реальный счет, это финанс, брокер предоставляет такую статистику. Соответственно, вот мы можем посмотреть, собственно, как торговалась моя стратегия, и что сейчас она находится на локальных максимумах. Она пробила локальный максимум. Ясненько. И человек может внести средства, как-то передать вам в управление? Ну, может, да, конечно. Я как раз сейчас набираю людей на следующий год, 2015, и можно, соответственно, мне написать, ну, в личное сообщение, на Каммоне, на Фейсбуке, на Смарт-клабе, где угодно, и, соответственно, договориться об условиях и, скажем так, о цифрах по просадкам и доходностям. Потому что они по всем стратегиям у меня разные. Понял вас, моя, большое спасибо. Я так понял, что для рубля и для российских акций можно согласиться, исходя из ваших слов, можно согласиться со словами Романа Андреева, что день не сулит ничего хорошего с точки зрения рубля и российских акций. Да вы знаете, для меня это все хорошо, я это зарабатываю, поэтому, пускай будет так, не сулит ничего хорошего именно для наших активов, именно для людей, которые держат какие-то долгосрочные позиции, да. Ну, вот, ну, американцы этого не боятся, они всегда ждут все просадки. Я просто знаю и знакома с разными людьми из Соединенных Штатов Америки, там практически каждый человек инвестирует в фондовый валютный рынок. И у них такая замечательная есть, ну, не традиция, а стратегия работы на данном рынке, они их держат, никогда не продают. То есть они покупают какие-то акции, держат до упора, потом рынок отскакивает, и они, соответственно, его потом держат, держат, держат и накапливают количество акций, которые у них, собственно, есть. У нас работает все по-другому, все начинают бояться, бежать, что-то продавать, потом бабушки бегут в обменнике. У нас в целом страна очень малообразованная, финансовая, и к этим рынкам не готова. Поэтому для наших рынков, для нашей экономики, конечно, все плохо, а для трейдера все хорошо, ему лишь бы был бы тренд, было бы какое-то движение, на этом он зарабатывает. В этом наша уникальность, скажем так. Понял вас, Майя, спасибо большое, это была Майя Зотова, управляющая активами, и, как мы видим, 150% доходность, это не фантастика, это реально то, что мы видим в жизни по этому году. Спасибо, Майя. Всего удачи, до свидания. До свидания. Мы переходим к нашему следующему спикеру, Рустем Султанов из Уфы. Рустем, доброе утро. Доброе утро. Ага, сорвалось, ну бывает. Доброе утро. Доброе. Как вам видится сегодняшнее утро действительно добрым? Ну, если смотреть чисто технически, такое впечатление, что мы сейчас уже на 10 тысяч пунктов будем двигаться. Вот. Ну, как сказать, я не знаю, РТС допустит ли такое, то есть мы уже фактически там, по-моему, упали на 7 тысяч, что ли, пунктов, если от вчерашнего максимума смотреть. Ну, то есть волатильность будет высокой. Я не знаю, что будет предпринимать, но мне кажется, могут резкие провалы просто пойти. Но я не знаю, какие это будут новости. Рустем? Рустем? Ага. Андрей сказал, ну, не знаю, мне кажется, просто какие-то маржин-колы могут пойти. Ясненько. Что по доллару? Фьючерс на доллар-рубль, на ваш взгляд, сегодня? Ну, я согласен с тем мнением, что когда 55 проходили, это уже был критический уровень, и, мне кажется, опять пойдет движение вверх и новая консолидация. Ясненько. Подел вас. Спасибо большое, Рустем. Это был Рустем Султанов из Уфы. До свидания.